Друзья, всем привет! У нас в очередной раз небольшой ремонт, поэтому, ну, какое-то время снова будем записываться в спартанских условиях, как получится, но, я думаю, через пару недель всё вернётся на круги своя, и всё будет как обычно. Погнали! Из жизни сказочных. Ну, чтобы сразу с места в карьер в России собрались популяризировать, вы не поверите, работу на заводах. С таким предложением выступила сенатор от Ярославской области некто Косихина. Идея заключается в следующем. Надо, заявила Косихина уже со школьной скамьи, рассказывать подросткам о престижности рабочих профессий, водить детей на экскурсии на те заводы, показывать ролики и интервью с молодыми специалистами также было бы неплохо. Рассмотреть возможность введения полноценного рабочего дня для учащихся старше 16 лет, пусть практикуются непосредственно на производстве, разумеется, под присмотром старших товарищей. Так пусть они работают, простите, не курят на заваленке бычок, пусть они работают и думают, что каждый из них, и каждый из нас вообще, что мы можем сделать для блага нашей страны, почему мы за всё должны винить президента, директоров каких-то структур, компаний. Ничего себе, что это было? Ладно, это Стёб был сейчас. Вообще, конечно, сама идея, если посмотреть на неё совсем издалека, не такая уж и плохая. В Советском Союзе подобное практиковалось, например. Там при школах были специальные учебно-производственные комбинаты УПК. Не совсем предприятия, скорее макеты предприятий, но с настоящими станками, с гаражами и бла-бла-бла. С преподавателями-практиками у этих УПК учеников старших классов как раз азам тех или иных рабочих профессий. Обучали, экскурсии тоже водили не только на заводы, но и в профтехучилище ПТУ по-нашему. А вот теперь о грустном. Дело в том, что ключевое слово здесь было. Всё это было, потому что сейчас от роскоши прошлого практически ничего не осталось. Нет уже тех УПК, расформировали в начале десятых, и нет уже и тех ПТУ, даже заводов. Заводов и тех нет, закрыты или разрушены. С этим что делать? Госпожа Косихина не хочет с нами своими соображениями поделиться вот по этому поводу. Сейчас остановимся, но у нас подробнее реальная журналистика в ралли. Вреём и будем врать тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Для начала попытаемся понять, почему такое вообще произошло, да и происходит, а всё просто. Дело в том, что в идеале любой депутат, и тем более сенатор, должен проводить львиную долю своего рабочего времени не в Москве, а в той самой территории, от которой он избирался, постоянно находиться там, изучать ситуацию, вытаскивать на поверхность проблемы и обивать пороги местных чиновников. Если проблему невозможно решить на месте, тогда ехать с ней в столицу и там, пользуясь своим депутатским статусом, прессовать представителей власти уже федеральной. Объяснять им, мол, ребята, у нас два завода и так закрылись, третий на ладан дышит, потому что оборудование устарело почти на 70%. Потому что насосы, которые они производят с 1952 года, нафиг никому не нужны. Половину площадей сдают в аренду под склады или лесопилки, дабы сводить концы с концами и платить людям хоть какие-то деньги, да и рабочих-то почти не осталось. Состарились или спились, надо срочно что-то делать. Вот и этим должен заниматься, блин, депутат Государственной Думы или сенатор Совета Федерации. Так пусть они работают, простите, не курят на заваленке бычок, пусть они работают. Но в путинской России все не так. В путинской России депутат и сенатор это трутень, который в территорию выезжает один раз в пять лет перед выборами. И то на пару дней, дабы засветиться на местном областном телевидении, дать интервью местной газете, потусоваться с тамошними элитами. Все остальное время этот бездельник кайфует в московских ресторанах, а то и вовсе за бугром. Шарашится по столичным приемам и вечеринкам. Участвует в каких-то никому не нужных образцово-показательных мероприятиях. Ах да. Еще пиарится, бегает по теплым, уютным студиям Соловьевых-Скобеевых. Еще, еще. Попробуй только. Все, 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 господа, прошу. Прошу. Давайте это самое. Дружно, мокро. Оба, пожалуйста, я прошу, покиньте студию. Я вас прошу, Андрей Николаевич, прошу. Галкин, тоже выйдите отсюда. Оставь меня, старушка, я в печали. Все, что знают эти господа о территориях, от которых якобы избирались, они знают из отчетов. Присылаем их какими-нибудь помощниками, а в отчетах, конечно, все хорошо. Заводы пыхтят, производят самый современный в мире передовой аналогов нет. Города и весит, цветут и пахнут. Уровень жизни населения растет, а молодежь готова приносить пользу родине там, где родина прикажет. Поэтому и возникают вот эти вот популистские бредни время от времени, как в случае с Косихиной. О, я тут такую классную идею придумала. Поднимать престиж рабочих профессий. Ура, товарищи! Вы сбрендели совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Не могу не согласиться, потому что вот этот вот бестолковый популизм уже привел к тому, о чем рассказал выше. Мы почти все профукали, потому что не ролики лживые детям нужно впаривать. И не экскурсии показушные устраивать, дабы по телевизору начальству московскому затем показать. А возрождать ПТУ, в которых студенты были бы на полном гособеспечении. Цеха заброшенные реконструировать. Поднимать тяжелую промышленность, чтобы станки снова выпускала. Малоинженеров обучать и превращать их в специалистов, пока еще преподавательский состав не вымер. Про зарплаты вообще не говорю. Все ведь знают, какой реальный уровень дохода у рабочего сегодня. Ага. Вот чем надо заниматься. Загморстка в том, что с этими он его никогда не сделать. Они же только брехать до бюджет пилить умеют. Откуда у них государственное мышление? Вот, кстати, пожалуйста, еще один пассажир из той же когорты. И здесь совершенно очевидно, что предыдущие перекупщики и торговые сети хотят немножечко дополнительную прибыль получить. Это неправильно. И здесь различные меры. Нет слов. В кадре депутат и популист Миронов, если кто не знает, председатель справедливой России. Видимо, в преддверии сентябрьских выборов мужчинка ездит, как обычно, по ушам своим избирателям. Тема лопатания дедули стара, как мир. Цены на все растут в геометрической прогрессии, потому что... Правильно. Плохие, злые коммерсанты оборзели в конец. Пользуясь нуждой всеобщей, дерут с народа три шкуры, получая сверхприбыль. И надо срочно это дело прекращать. Давайте выводить госрегулирование цен. Впрочем, ничего нового. А вот теперь предлагаю всем дружно посмеяться, поскольку... В тот же день, когда в эфире появилась вот эта вот пропагандистка Кено Агитко, в ленте новостей завирусились сразу две потрясающие новости. Итак, авиабилеты в России могут подорожать уже в августе. Причина решения Росавиации повысить перевозчикам ставку сбора для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов. Причем все это происходит на фоне роста цен на топливо, на фоне угрожания запчастей и обслуживания самолетов из-за полезных санкций, на фоне обесценивания рубля наконец, потому что хабы, ну в смысле аэропорты, тоже ценник поднимают. Персонал повышения зарплаты требует, ну и так далее, а тут еще и Росавиация. Давайте-ка мы вам сбор увеличим, а то в фонде капремонты не доедают, как тебе такое, Илон Маск. Но Миронов же об этом не в курсе, виноваты. Как обычно, кто угодно, только не власти. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Еще веселая новость из того же дня. Пожалуйста. Ассоциация российских автодилеров приготовилась к резкому скачку цен на авторынке. Как думаете, почему в данной отрасли беда может приключиться на АТО и на агенты? Не угадали. Две причины. А увеличение стоимости кредитов. Напомню, ЦБ на днях снова поднял ключевую ставку и Б, там еще веселее, запланированный на октябрь рост утилизационного сбора. На 70-80% его хотят поднять. Вопрос к господину Миронову. А кто это? А кто это? А кто это? А кто это здесь? Но и это еще не все. Там же, вот в этой эпичной агитке для недалеких избирателей популист Миронов заводит следующую телегу. Ну, я напомню, что во время пандемии были госсубсидии на продукты питания и на хлеб в том числе. Это было бы абсолютно правильно. Мы вообще абсолютно убеждены, что без участия государства, без регулирования цен у нас никогда ничего хорошего не будет. Переведу, потому что дедушка говорить вообще внятно не умеет. Надо, мол, деньгами поучаствовать посредством госсубсидий, и мы будем это делать? Ага. Ровно через два дня в понедельник вчера, то есть, страна обсуждает уже данную новость. Готовы? В бюджете закончились средства на поддержку малого и среднего бизнеса. Все из-за той же высокой ставки рефинансирования государство собирается свернуть льготную программу кредитования предпринимателей. Как думаете, на ценах в магазинах для нас с вами оно в итоге как отразится? И кто все-таки несет ответственность за происходящее? Ну да ладно. Как говорится, звездеть не мешки ворочать. Мы с вами и так все понимаем, а безголовому ура-патриоту объяснять что-то бесполезно. В голове его опилки, да лозунги, потому что, в общем, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока.